Фейт стейнайт 3 эпизод Аршир не отвечает Его саркатичная улыбка исчезает уступая место глубокой задумчивости Ох, снова это выражение лица Аршир должно быть и в самом деле смущен, если я открыл рот так, что он еще не может сказать Эй, эй, что за Эй, что за это? Что это? Ты я не знаю... ...только я не знаю... Провожей, может быть-то не такая проблема. Это проблема безумных. Я не знаю, что это такое! Вернение к природе, не надо строить... там не б可能! Что ты говоришь? Я тебя呼ぶ zich, что... Абсолютно убежденный в своих словах. Лямбда Дельта одобряет. Рыцарь в красном смотрит на меня вопросом, взглядом, выражающим полное доверие и искренность. Я в смятении. В словах Арчера нет лжи. Он оценивает мои силы выше, чем я сама, даже учитывая наше недавнее знакомство. Я краснею. Боже, я действительно краснею. Почему все неожиданно сразу вводит меня в ступор? Все неожиданное. Отвернувшись от Арчера, я говорю это, чтобы скрыть свое смущение. Ладно, позже смогу выяснить, насколько он хорош. Сейчас есть более важные вещи. очень страшный в ответа протягивал метлу из совок для мусора в течение 10 секунд он в ступоре стоит и смотрит на меня нагреть собравшись мысленно он берет метлу выражая явную готовность разражать мать и ким его саванту надо думать пол подметать что-то на мой киро ткани комару кеда арчер глотает слова мне нет намерений братс брать свои слова обратно когда у мне есть кузарная карта и ги юри сомена мэрэ в код и ну коре мастер тошти на мэрэ ю мастер на хошин и сакаратара карадага умок на рундах ке ма анатарова сано тээду жадо тэпотон айдаро кедо ма анатарова сано тэна тэпотон стонет жима сжав в руках метлу наконец слуга в красном плаче аршир обреченно закрывает глаза я понял подите ват мастер элегантно он отвечает на мой приказ но уже поздно я должна отдохнуть я смогу решить что делал с этим парнем когда проснусь судьбоносный день подходит концу нет эта ночь знаменует начало судьбы файт сейчас уже шестеро включая меня когда седьмая которая еще не не является мастером предзовет свою слугу война 100 грали начнется уже скоро битва которую я ждала 10 лет вот-вот начнется война святого граиля великий ритуал который практикуется на протяжении сотен лет став участником этого ритуала ты должен в битве насмерть уничтожить остальных шестерых участников я не знаю когда начались эти войны говорят что святой граиль находится в землях фуюки и в прошлом многие маги сражались из друг с другом у всех них была одна цель завладеть бесценными артефактами однако никто не может сказать откуда он взялся абсолютно точно никогда не содержался в крови христа но сил его вполне сопоставимо с королем из легенды в смысле его создали мы же знаем откуда взялся граиль вне всякого сомнения согласно о легенде святого граиль может исполнить любое желание только один человек имеет право обладать им святой граиль исполнит единственное желание для единственного человека для призыва святой граиль в этих землях требуется 7 магов одно чудо 7 претендентов в такой ситуации лишь вопрос времени когда за святой граиль начнется борьба там был 131 изначально эти войны были простыми битвами за ресурсы семеро магов использовали силу 100 уграли в равной пропорции для призыва фамильяра вслух чтобы сражаться с другими магами но святого граиля может быть только один владелец поэтому каждый из них стал рассматривать своих бывших союзников как врагов так началась зловещая война этот ритуал получил название войны святого граиля соревнования магов за обладание им маги выбранные святым граилем называются мастерами волей святого граиля каждый из них получает сильного фамильяра называемого суклой но понятно существуют два доказательства принадлежности к категории мастеров призыв слуги и проведение его покорности и наличие командных заклинаний дающих возможность ему приказывать о первом говорить излишне и вчера нет несколько часов назад если быть точнее призвала арчера в качестве своего слуги осталось обсудить второе чтобы держать арчера под контролем и должна оберечь свои командные заклинания заклинания как стеницу ока для мастера вероятно это самое главное узоры которые появились на моей правой руке после призыва арчера это и есть командные заклинания священные символы дарованные святым граилем как доказательство мастера призвавшего слугу но это метко сконцентрированная магическая энергия не вечная при использовании она исчезает внешний вид командных заклинаний говорит о том что каждая из них можно потратить на выполнение одного абсолютного приказа то есть всего три раза мастер потерявший все три командных заклинаний не сможет управлять слугой тогда он обречен поэтому защищать командные заклинания нужно также как защищать свою жизнь больно думать что пришлось потратить одно из них самом начале хоть она вроде не было использовано впустую я считаю что поступило правильно потому что для слуги ненормально противиться воле мастера мне еще повезло что я смогла усмирить его использовал всего одно командное заклинание ну и что дальше война святого граиля начнется когда все семь слуг будут призваны я не могу просто так валяться в постели еще неизвестно когда объявится последний мастер но должно быть уже скоро как же я устала сонно взглянув в окно я замечаю что солнце уже не торопливо плывет по небу взглянув на часы я решаю не идти в школу я сажусь на кровать и делаю глубокий вздох вдох это не просто утренняя усталость из-за непривычки рано вставать по словам арчер мастер только что осуществивший процедуру призыва не может чувствовать себя нормально я отлично это помню конечно это не то о чем хочется вспоминать но как бы я не хотела это уже не изменить я медленно сползаю с кровати приходится вступить в непродолжительный бой с необычным теплым для этого времени года воздухом и моим желанием остаться под одеялом за три секунды я избавляюсь от этого желания проверяя свое состояние в зеркале ничего необычного с исключением того что у меня только половина обычного магической энергии запаса господи все в порядке все в порядке на данный момент хотелось бы прояснить ситуацию призванный мной услуга арчер этот грубый напрочь лишенный всяких манер по отношению к своему мастеру нахал а самое главное он не знает кто он такой у меня опять начинается голова начинает голова болеть айтенна киокова модуль маде киви футболах он мой датс и на датс к юганасе слуги сами по себе являются сильными фамилиарами на сильнейшими их делает тот факт что у каждого из них есть мощная ульта проблема в том что арчер не помнит свой небесный фантазм как он там какой там все-таки фантазм то как там правильно это звучит ладно раз уж обернулся таким образом я вынуждена признать мы с ним находимся в одной ловкой нет нет я имею ввиду как там называется название но убв это по сути есть фантазм плевать нет я не про арчера я вообще в принципе в английском это звучит как но был фантазм в русском чаще переводят как небесный фантазма как в оригинале жопа из порталов это из кейджа я надеюсь что скоро он приведет порядок свои воспоминания но учитывая его поведение кто знает когда это случится ли вообще если честно похоже что впереди у нас немало трудностей да ладно хуйн кема я не знал вообще не мог догадаться я думал это отсылка к футураме из мема с передачи денег я ожидал что он просто уберет груду обломка с полом но то что он зашел так далеко меня трогает интересно кстати как он все это починил должно быть ему самому был неприятен беспорядок иначе он этого не сделал бы следовать следовало бы признать его достойным уважением или возможно просто хорошим парнем беру свои слова назад застоль наглое поведение он не заслуживает моей похвалы а а Это вызывает новый приступ головной боли. Почему мой слуга делает выводы о моей чистоплотности? Я слышал, что у них на уме сплошные битвы, может мне попался дефектный слуга, но учитывая пристрастие Широкова. Словно у себя дома. Арчер встает, невозмутимо берет новую чашку и наливает в нее розового цвета чай. В принципе у меня на все есть ответ, но как неудивительно действия Арчера не вызывают желания его остановить. Каждое его движение элегантное и отточено до мелочей, можно даже сделать вывод о его чуткости. Я присаживаюсь. Он молча протягивает мне чашку и я делаю маленький глоток. Ах, он так прекрасен. Конечно же это экзотический китайский чай. Лучшая часть моего любимого листа, поэтому я злюсь, когда его неправильно заваривают. Точнее я вне себя от ярости, если кто-то берет и заварит его без моего разрешения. Да. Гнев конечно остается гневом, но когда чай заварен так чудесно, у меня не возникает никаких претензий. Не поняла. Я резко ставлю чашку на стол. Да. Я не знаю, что я не знаю. Арчер качает головой Как я и думал, а дела плохи Если он не смог вспомнить этого по прошествии ночи, то вряд ли воспоминания вернутся к нему так быстро Даже если мы сегодня много проверим, все равно Понятно Верно, я не могу понять, что я не могу понять Если вы заходите, то я не могу знать, Арчер Сейчас я не могу сказать, что вы заходите и отключите вообще Другие замки они не смогут. Почему я могу знать, Арчи? Я не могу вам сказать, Арчер И не безходить. Если вы заходите, то я не смогу зайти Я не могу себе, не просто Я не могу посмотреть, как стараешься Субтитры сделал DimaTorzok В общем, если мы посетили, то есть, что у нас есть химия, да? У нас есть мастер-мастер, поэтому если я снять мастер-мастер, то... Кукупирование. Я тоже возвращаюсь к химии. Как будто бы у нас это было, что у нас есть химия. Мы не не можем обновлять мастер-мастер от мастера. Мы можем говорить, что будет не так, поэтому мы не можем найти его. Арчер прав. Обычно мастером является сильный маг, маг на зеленой мощной магической энергии способен ощущать чужеродную магию, но насколько я знаю, в нашем городе никто не обладает магической энергией и такой силы. Как я предполагал, ответ отрицательный. Магическая энергия Арчера не так сильная. Думаю, лишь кастер обладает достаточным ее количеством, чтобы определять местонахождение врагов на расстоянии. А? Что такое важное? Что такое? Ну, все... Ты... Я не знаю, что такое. но и за киак не уйти мотому жюю на кукану в адаш тача и мадости иной равноценный обмен нет само собой вознаграждением доступ является сама участие в войне святого грая никакой другой обмен не нужен кими на на сова и он дана он тони арши говорит с удивлением суши его саркастичный комментарий наконец-то соображаю если подумать он не разу еще не обращался ко мне по имени в тони арчера слышится недовольство вот дьявола ведь он все же хороший человек не точно в конце концов обмениваться именами нет смысла отношения между собой мастером регулируются командными заклинаниями для контракта с обычным фамилиаром обмен именами значит многое но между мастером и слугой такой надобности нет однако арши считает это важно это своего рода доказательство того что мы будем сражаться причем ключу даже при отсутствии командных заклинаний и состоянии скрыть свои чувства я отвечаю прямо но вероятно для меня проще будет слышать обращение сдержанной манер вроде ты или мастер да и он вероятно будет называть меня так конечно но после сказанного аршир вармочет на имя про себя сурдова винта кону хивики в детьми кими не его слова выбивают меня из колеи и доста но не река у него ука сина развернувшись я иду к выходу бесит не знаю почему на это бесит что такого сказал аршир это так меня подействовал на меня да скорее всего так мы учащенное сердцебиение покрасневшие лицо наверняка часть его злодеющего плановую злодей будь осторожнее рин теперь тебе придется работать с этим проходимцем мы выходим на улицу фьюги город в котором я живу разделил на две части старой и новой эта часть что застроена классическими домами и традиционными зданиями называется мияма другой стороне реки располагается синта там преобладает современная архитектура мой особняк располагается в мияме но и старый город можно условно разделить на две части в это что застроено домами в западном стиле живут переселенцы из разных стран другую часть составляют классические японские дома расположены под ножей горы нам это уже говорили я еще помню обе части города находятся на холмах так что их можно назвать пригородами а между ними дома встречаются крайне редко как пример это место перекресток мияма и подножье холма поднимающегося к домам вроде моего построенном западном стиле на другой стороне располагается холм с домами в японском стиле мост ведет в соседний город синта другая же дорога в школу торговые районы даже к храму рюдо выстроенному на вершине горы но даже в аниме он больше сорока минут шоу это огромный мост над рекой мион соединяет мияма и синта много лет назад район синта создался как большая железнодорожная станция сейчас он значительно разросся и превратился в полноценный город но несмотря на то что мияма и синта часть одного города они совершенно не похожи друг на друга название города в юге означает зимнее дерево и подразумевает что зимы здесь долгие если подумать так оно и есть тем не менее здесь довольно тепло и феврале дальше стоит такая погода что и в декабре если покопаться в архивах то можно припомнить даже несколько раз когда весна была по-настоящему жаркой и опять же это неряшливая зима дает городу робкую теплую весну как последнюю отраду в юге довольно миролюбивые зимы странная погода которая открывает сезон весны в апреле с годами не меняется то же самое в синта словно подгоняемые кем то он начал быстро расстраиваться и в результате стал выглядеть очень искусственно однако это происходило лишь последние десятилетия десять лет назад большой пожар практически уничтожил целый жилой район эти здания построены на земле где более никто не живет и здесь был центр этого я спрошу стоящего рядом арчера конечно не могу его видеть хиро и куэнда да то и ныне стакана иного наника риу дима рнука я пари сумею мааа ухо а чё то что и лакуга артара я глядываюсь по сторонам обширная территория парка была организована как игровая площадка для детей но сейчас здесь лишь несколько человек и чувство одиночества пронизывает это место арчер ничего не отвечает но даже не видео я могу сказать что к этому месту на сплетовые особые чувства до кого-то зенкой на сей-хай-сей-со кетчак на че проклятие Ты понимаешь что? Это сервант, это как человек, а это по поводу Угнан и Маушю, и с тоганом, кто там был под сердцем, но тут же идеально. Для нас, а мыara, это обвиняем у нас. что взрекает необычный термин зеркало души одно из проявлений магии вершина этого мастерства бесконечно близко к волшебству серьезно это круто на протяжении веков замкнутый барьер играл роль защитного поля мага говоря простым языком это жесткий вариант домашней охранной системы замкнутый барьер нечто применяемое к существующей области или зданию с целью защитить его от внешних врагов это простая трансформация воздействующая на то что уже существует но зеркало души совершенно иное зеркало души это образ который меняет саму реальность внутренний мир мага замкнутый барьер в котором его сердце перекраивает реальность и облачает ее в новую форму это то что мы называем зеркалом души другими словами это магия дальнего действия который искажает нет перестраивает мир так как маг того пожелает не дуста конная водка вот что разве нет всем видом своим видом я спрашиваю его а ну да это же магия и точно типа аршер типа это выделялось что он маг по сути потому что и межи что прозвем рамарный фантазм и зеркало души это не одно и то же и затем слышу его за тяжелый вздох совсем рядом со мной рим эйю то кенжит мажется не так это моно сас а чадо карта и те юмичка тканой томму на карте дана ватаси гайру саванты и сумма раком а мотаной дикой и себе подумать он прав и ману а кейсот на оттен дата на сеги караке от кирка на параде и дешевле и у кими а юсюда на свою не то не укачу хюка зрукать и на сей джинс или моды него киоса и стамы на ниге не стирано к то его не анта переобучиться переобучивают лошадей в которых слишком скверный характер и я сцены без медина джаза мода то это вакедана и имейс дурина хео гену циката дакет у юка боль внезапно бронзает на правую руку нанесенная на мою правую руку командные заклинания ноют от боли словно предупреждая меня я распространяю свое восприятие на окружающую территорию кстати в блю-рей версии эту сцену добавили ну понятно сокращенном виде словно нити мое сознание размывается во все стороны начинает поиск по парку я не знаю кто это но и сверху ничего не чувствует это должен быть мастер хоть нас еще не семеро но по желанию битву можно начать любой момент кажется тот кто наблюдает за нами хочет битвы на рейджу а рейджу не хану сэр мастер дарь мастер дарь кава ты а его и и Я думаю, что он может быть на мае. Да. Но если он не на мае, то он может быть на мае. Но если он не на мае, то он может быть на мае. Да, что это? Это непривайно. Но это не так, что мы знаем, что это так. Да, да. Ну, если я ищу, то я не знаю, что я не знаю, что это будет. Не нужно, что это? Так, если вы не уберете, то вы можете придти к себе. ли еще качка ради ногтем надо оба керва словно поражена моим заявлением маршер делает глубокий вздох вдох погружается в тишину спрашиваю припоминая наш предыдущий разговор ваш я просто отвечает это невозможно ими у суром она ищем целый коммуникации мотоцикла сетей армию кару он говорит пытаясь сдержать смех ну не то чтобы мне понравился его ответ на вам решили продолжить осматривать город мы посещаем важные места попутно изматывая нашего наблюдателя ужинаем в пути наконец наша экскурсия подходит концу мы проделали огромный путь и на часах уже 7 мы проделали огромный путь так что в это ночное время наше положение должно дать нам наилучшую точку обзора сильный ветер мы стоим на самом высоком здании в синта обзор города с его крыши подходящие завершение этого дня спасибо за подписку добро пожаловать красавица Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кажется, Аршир предпочитает углубиться в наблюдение и замолкает. Вероятно, он изучает план города. Будущее поле боя. Не стоит отвлекать его от этого занятия. Я оставляю Арширы и подхожу к краю здания. Все, что могу отсюда видеть, лишь огни расположены ниже. Свет от фар движущихся по улице машины темные силуэты людей, спешащие после работы домой. Я не могу определить, что это за машины или кто эти люди. Я вижу их, но в то же время не могу их разглядеть. Вроде попытки найти того, кто за мной следит, и провал этой попытки. Я напрягаю зрение и пристально вглядываюсь в раскинувшийся подо мной пейзаж. Всего семь мастеров. И я по-прежнему не знаю ни их имен, ни слуг, которыми они управляют. На данный момент я предположу, что все они броют по городу, собирая информацию о других мастерах. Внезапно я чувствую на себе чей-то взгляд. Это не реакция командных заклинаний. Я просто что-то чувствую. Что? Я осматриваюсь вниз. Множество людей снуют по тротуару туда и сюда. Среди них человек. Один человек смотрит вверх на меня, словно разглядывая луну. Я не могу с уверенностью сказать, кто он такой. Не могу сказать, но все же знаю. Я удивлена. Что он делает здесь в такое время? Почувствовав мое возбуждение, Аршир задает вопрос. Я просто школьник. Обычный широкий школьник. Я отвечаю не в состоянии скрыться его раздражения и отхожу от края. С такого расстояния он не мог увидеть меня. Да и то, что он смотрел вверх, должно быть просто совпадение. Он вовсе... Оно вовсе не означает, что я была замечена. Но все же... Мне стало не по себе то, что он мог видеть мое истинное лицо мага. На часах около девяти, и мы возвращаемся обратно в Мияму. В отличие от Синта, он представляет из себя старый жилой район. После девяти на улицах никого не видно, и в городе царит полночная тишина. Вот так вот. Да. В городе царит полночная тишина, и я не знаю. Да. В городе царит полночная тишина. И видим кого-то, идущего впереди нас. А вообще, Глиннамеша будет первый раз. Ой, как неудачная. Не хочу, чтобы она увидела меня сейчас. Я говорю это, глядя на человека перед собой. На дороге. Хорошо известная мне ученица первого года, иностранец, которого я не знаю. Хоу, лещи, смотрите, кто это. Это же Глиннамеш, собственная персоной. Даже от школьника отлетать не будет в первой арке. Ой. Они о чем-то беседуют. Точнее, кажется, иностранец говорит Сакуре против ее воли. Рим. Сириои-то ва... Гайкук-жин нахо. Нет, не знаю. В этом районе есть тишина, и... Вдруг я сюда сюда приезжаю. Я говорю так, злез на саму себя. По какой-то причине я всегда проявляю мягкость там, где присутствует эта девушка. Ну да, он же получил, получил тело. Хоть я знаю, что эта девушка не из тех, у кого проблемы с парнями. В стволосы мужчина идет в обратную сторону. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Усталость наваливается на меня, как только я вхожу в комнату, с этим действующим на нервы священником, он уже готов вызвать мага мне на замену. Честно говоря, мне это мало волнует, но он мой опекун, поэтому я должна, по крайней мере, соблюсти правила. Я набираю телефон. И через некоторое время я слышу голос. Непродолжительная тишина. Молчания Кири достаточно, чтобы вызвать у человека волнение даже по телефону. Не слушая вы, я кладу трубку. Нахер Кири. Вряд ли лекции Кири помогут мне восстановить магическую энергию. Остается только выспаться. Завтра я проснусь уже в новом мире. Десять лет назад война святого Грали, в которой участвовал мой отец и проиграл. На этот раз в битву вступаю я. Так, думаю, здесь сделаю паузу тогда. Смена дня как-никак. Ну, да, еще денек пробежали. Немножко еще информации по слугам и магии. Окей, конец записи.